Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. Олеся? Вопрос про ощущение полной апатии. Три месяца. Отсутствие радости жизни. Что влияет на общение с людьми, потому что все эмоции скованы и фальшивы. Есть ощущение отсутствия ресурсов для радости, сочувствия и переживаний. Присутствует чувство, что состоишь из многих образов, которые сам Жей когда-то себе привил и теперь совсем потерял себя. Также Олеся говорит о том, что никаких предпосылок для этого не было. Олеся говорит, что появился довольно мирный период жизни. Подскажите, пожалуйста, как начать ощущать эмоции вновь и что делать? Ну, лучший способ прийти к проблеме и пойти на психтрапию. Да, то есть, по нацели начать работать с психологом. Я думаю, что, во-первых, по общему правилу, апатия, апатия, это подавление, потальное подавление себя. Это первое. Второе, я думаю, что какой-то триггер в случае присутствует, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Просто вы это не видите, вы этого не замечаете. Потому что, ну, вот, в течение своей, так скажем, обычной жизни, да, с течением своей обычной жизни, вы просто пропускаете какие-то вещи. Это первое. Второе. Вы говорите, что данное состояние у вас началось, так скажем, в довольно мирный период времени, но... В довольно мирный период жизни, но также вы говорите «довольно мирный». Довольно мирный. То есть, понимаете, какая штука? Довольно. Даже в этом «довольно» чувствуется какая-то вот неуверенность, да, чувствуется какая-то вот, ну, какое-то сомнение, как бы сомнение, как будто бы, ощущается, да, в том, что он довольно мирный. То есть, период вроде бы и мирный, но в то же время он довольно мирный. Что, как бы, говорит о том, что, возможно, он не совсем и мирный. И, на мой взгляд, вам нужно именно разобраться с тем, а такой ли мирный на самом деле этот период жизни, да? То есть, на самом ли деле он мирный, этот период жизни, на самом ли деле в нём, в нём, вот, всё так хорошо, на самом ли деле в нём так всё спокойно, как вы говорите. Я бы присмотрелся повнимательнее. Да, что касается образов, которые вы сами же себе привели, то это то, что в психологии называется интроектами. Вот, когда человек, в общем-то, берёт, ну, берёт что-то на вооружение, да, при этом не очень, как бы, отдавая себе отчёт, а вообще надо ли мне это, не надо ли мне это, нужно мне это, не нужно мне это. Да, да, то есть, особо как-то, вот, об этом, в данном случае человек не задумывает. Вот, ваша задача присмотреться к этим образом, из которых вы состоите, то есть, иными словами, присмотреться к тому, что, по вашему мнению, вы должны, вот, и как-то, вот, определиться для себя, а я вообще, как бы, ну, сама, чего хочу-то, да? Да, я сама вообще хочу этим образом соответствовать, если да, то вот, как я хочу этим образом соответствовать, насколько я хочу этим образом соответствовать, так да. То есть, это, в общем-то, ну, на самом деле, это, прям, вот, можно сказать, эм, такая вот, эм, психотерапевтическая работа. Вот здесь, вот, и, как бы, ну, работа вполне себе, эм, нормальная, да, работа вполне себе, эм, корректная, работа вполне себе адекватна, как мне кажется. Вот, другой вопрос, хотите ли вы этим заниматься, потому что, с одной стороны, вы говорите, что, вот, у меня апатия, с другой стороны, вы говорите, как бы, о том, что, апатия, это у меня апатия, да, апатия у меня, апатия, апатия, но, в то же время, как бы, вы говорите о том, что, ничего, как бы, не произошло, да, и что, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, знаете, некая противоречия, с одной стороны, проблемы вроде как присутствуют, да, с другой стороны, вы говорите, что преподавательских не было, это указывает косвенно на то, что, возможно, вы имеете какую-то выгоду от этого состояния. Вот. Ну, например, какая может быть выгода, да, вы можете не делать того, что хотите, вот, если гипотетически вот как-то представить, что все вернется, как было, то, возможно, вы будете испытывать, опять же, какое-то напряжение, напряжение внутреннее, да, и, соответственно, этого напряжения не хотите, получается, что вы можете, как бы, избегать вот этого напряжения таким вот способом, вот, объясняя себе, ну, нежелание, вот, своё нежелание делать что-то, например, для людей, да, объясняя себе своё нежелание как-то поступать по отношению к людям, вот, объясняя себе это нежелание апатией, подавленностью и так далее. Хотя на самом деле, быть может, вполне возможно, что вы просто не хотите, эээ, ну, участвовать в каких-то коммуникациях с людьми, это, на мой взгляд, совершенно нормально, вот, поэтому, тут, опять же, эээ, как мне кажется, не всё так, однозначно не всё так, эээ, просто и мне кажется, что требует это, эээ, скажем, скажем так, эээ, более детального изучения, более детального исследования, более детального обзора, да, вот, эээ, как и почему появляется подобное чувство, эээ, это как, подобное чувство появляется, когда, эээ, человек требует от себя, эээ, быть кем-то, требует от себя быть тем, кем он не хочет быть, вот, это самая распространённая причина, самая распространённая, эээ, причина, по которой, подобное состояние, вот, в принципе, может появиться, вот, поэтому нужно смотреть, да, нужно смотреть, эээ, в первую очередь, смотреть, наверное, на ваши личные границы, которые вы, которые вы можете, можете выстраивать с людьми, они, эээ, являются достаточно серьёзным и ярким, эээ, индикатором того, какие у вас могут быть, эээ, сложности, какие у вас могут быть трудности, какие у вас могут быть проблемы, и, эээ, именно они укажут, эээ, именно их состояние, состояние личных границ, укажут на то, в какую сторону вам двигаться в работе над собой, вот, понимаете, ну, наверное, наверное, эээ, что, что в первую очередь стоит сделать обязательно, это, вот, в какой-то степени, отказаться от идеи о том, что никаких предпосылок не было. Скорее всего, эти предпосылки просто имеют более длительный, эээ, характер, вот, скорее, это то, к чему вы уже привыкли, и, скорее всего, три месяца назад в этом смысле ничего, как бы, сверхординального, да, не началось, вот. Но три месяца назад, эээ, что-то стало, эээ, последней каплей для вас, вот. Например, накопилось, осталось, например, накопилось, осталось. Например, эээ, произошло какое-то событие, которое окончательно убедило вас в, эээ, корректности какой-то своей позиции. Пускай эта позиция, эээ, ну, там, довольно-таки деструктивна, по сути своей, да, например. Вот. Соответственно, эээ, на все эти вещи необходимо обратить внимание вам. На все эти моменты необходимо вам обратить, эээ, свое самое, вот, пристальное внимание, как мне кажется. Это, эээ, очень важный аспект, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Да. Вам, безусловно, эээ, нужно, эээ, подтвердить или опровергнуть, эээ, наличие у вас, эээ, депрессии. Эээ, эндогенной депрессии, то есть, эээ, как бы, эээ, проявляющейся ээээ, в результате нарушения химии организма. Вот. То есть, биолог, биологических причин. Вот. Ээээ, если все в порядке там, то, соответственно, эээ, обращайтесь на психотерапию. Если там не все в порядке, да, то, эээ, вам, эээ, будут назначены какие-то препараты, вы их попринимаете, и, соответственно, потом тоже, эээ, все равно желательно обратиться на, эээ, психотерапию, потому что даже если, эээ, проблема является чисто, ээээ, физиологической, то, эээ, все равно вам, эээ, вот, какая-то помощь, ээээ, ну, все равно, ну, все равно будет нужна, да? Потому что, ну, вот, эээ, какие-то психологические аспекты все равно здесь, ээээ, имеют место быть. Так или нет. Вот. А, вот такой ответ. Ответ я бы вам, эээ, наверное, не, наверное, такой ответ. Вам я бы, ээээ, сейчас предложил, ээээ, с учетом всех, эээ, ну, с учетом имеющейся информации. Вот. Потому что, как бы, информации немного, да, ваш вопрос небольшой, и, соответственно, да, а тема серьезная. Тема серьезная, и, ээээ, как бы, подоплека этой темы, ну, в данном случае, мне совсем не сна. Потому что, как бы, ну, могут быть разные достаточно эээ, причины этого, вот, то есть, например, причинами может быть ээээээ, системное неудовлетворение жизни вообще. То есть, ну, вот, именно вот, не вот именно вот системно, да, то есть вот, когда вы говорите, например, про образы, из которых вы состоите, это вот именно про то, что как-то вот вы движетесь, да, не совсем тем способом, да, который вот, который вас устраивает. То есть вы бы хотели, возможно, по-другому, несколько, вот, просто действовать. Но вы себе этого не позволяете. Вот. И, соответственно, постоянное подавление, да, вначале вызывает, там, какую-то злость, вот, изначально может вызывать какую-то злость, например, а потом вызывает опасность. Когда, ну, как бы, человек убеждается в том, что сделать он, в общем-то, там, грубо говоря, особо, да, ничего не может. Или нет связи, или нет ресурсов, или боится, или не привык, или вот что-то ещё такое, вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому, я думаю, такой ответ можно вам дать сейчас. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, вот. Это позволит вам начать работу над собой. О чём я бы, вот, так, скажем, предложил бы вам подумать, да, это о том, вот, о каких образах в данном случае идёт речь, что вы говорите, что, вот, у вас, ну, у вас есть какое-то количество, вот, вещей, с которыми вы, например, сами не согласны, да, но, которым вы почему-то следуете. Вы попробуйте отметить, что это за вещи, какое у вас к этому отношение, и каким образом они у вас появились, вот, и, соответственно, что мотивирует вас сейчас, на сегодняшний день, им следовать, например, да. Вы говорите о людях, соответственно, что это за люди, то есть, ну, какое значение эти люди имеют для вас, да, и волнует ли вас, волнует ли вас ваше собственное состояние, например, то есть, ваше собственное состояние имеется в виду, ну, ваша собственная неудовлетворённость или удовлетворённость, ваша собственная модель поведения, например, да, вот, ваше, ваше собственное движение по жизни, например, опять же, вот, или вас все-таки волнуют именно люди, то есть вот, эм, как-то вот страха, да, потерять, ну, каких-то людей в своем окружении, из своего окружения, например. Вот, это очень важный аспект, на который и хотелось бы, чтобы вы обратили в своем смазе. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, вот, обратная связь нужна в первую очередь вам, для формирования базовых постулатов, эм, для, ну, психотерапии, то есть базовые постулаты, это имеется в виду, эм, ну, какие-то начальные вещи, от которых уже можно будет отталкиваться в процессе, в процессе индивидуальной, в процессе индивидуальной работы, скажем так, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, не затягивайте, потому что, скорее всего, ситуация будет усугубляться.